здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня говорим о тэквондо а виде спорта который ну собственно говоря уже давно не просто популярен целая такая философия очень приятно что им занимаются не только мужчины не только юноши и не только женщины но еще и девушки поэтому сегодня у нас тренер который привел с собой двух очаровательных спортсменов которые к тому же еще и с медалями и занимают самые лучшие места и одна из них мастер спорта другая кандидат мастера спорта но от кандидата до мастера совсем немного и так давайте по порядку начнем с руководителя центра спортивной подготовки торнадо павел александрович ворсин сегодня у нас здесь в студии раз типа сануре напомню что вы еще к тому же нашим телезрителям потому что александр еще был у нас в гостях международный инструктор обладатель целого пятого да насколько всего данных 995 ну то есть вы уже перешли середину это только начало только начало да так все мастер спорта россии под хэквондо и тренер под хэквондо ну и в первой части сегодня у нас будет две спортсменки представлены в первой части у нас будет кандидат в мастера спорта обладательница черного пояса под хэквондо первый самый важный дан последний на самый сложный первый самый важный член сборной россии александра олеговна журова здравствуйте саша вас как саша называется или александра прям так как саша ну давайте начнем с того что наверняка этот вопрос задавал когда-то давно еще да но в основном юноши до единоборства это молодые парни но которые потом взрослеют да и так далее я так понимаю что сегодня один из самых таких видов спорта видов единоборств где нету такой вот это мужской вид или женский да это уже неважно правда да конечно тенденции давно поменялись и девочки и мальчики идут в такие красивые виды спорта в боевые искусства это грация пластика у девочек наверно даже лучше что-то получается потому что по-другому построено тело да есть какое-то отличие вот именно под условно безусловно девочки они как сказать на не то что более трудолюбивые но где надо упереться доработать вот там девочки берут пальму первое да да то есть на парню не хочется иногда эти примут девчонки могут немножко но давайте мы саша тоже подключим к разговору саша но всех всегда спрашиваю никуда не деться от этого вопроса сама пришла или кого кто-то привел сама сама зачем ну как-то ну там этими с ленты чего-нибудь тренироваться или много всяких женских видов спорта выбрала такой а почему что-то посмотрела может подсказал кто нет просто спонтанное решение такое ну вот и пришла и что как как проходила встреча знакомства как происходить надо было на тренировке сразу сразу начался бой или как ну можно так сказать а как это вообще вот при приходит вы же можете наверно сразу посмотреть хоть какую-то есть задаток у человека или не очень минимальный вариант потому что после пубертатного периода когда ребята взрослеет уже многие наработки приходится менять и так вот но заранее сказать перспективно или нет спортсмен практически невозможно то есть в этом возрасте когда вы когда пришли сколько вам было лет 7 лет 7 лет 7 лет то есть это скорее даже не единоборство такого как да мы это такое искусство скорее да да это вид искусства вот и что и как вот проверяется ветерана ребенок пришел либо его родители привели бы как проводите эту встречу что-то предлагаете сделать или как как вообще ребята просто попадают на первую тренировку в общую группу на отсматриваем возможности смотрим поведение дисциплины и уже потихонечку начинаем работать здесь же мы не можем сразу в бой ребенка кинуть его нужно подготовить тренировать и это дело ни одного дня сыплина зачем вы можете увидеть что саша дисциплинированная пришла стояла наверно тихонько да и никого не трогал а потом говорят иди делай что-нибудь а ведь где я почему задает этот вопрос на самом деле но знаете как сейчас ни в коем случае не в сравнении говорят что когда вот например там котенка или щеночка выбирает всегда бери самого динамичного то что он самый выживаемый в этой сложной ситуации опять же ни в коем случае не сравниваю но а мне кажется что есть наоборот ребенок мальчик или девочка приходит энергичный динамичный вот это из него это энергетика ну что называется прет может быть как раз это и хорошо хотя он может быть немножко в поведении такой более рваный у него характер или лучше спокойного взять ну скажем так сравнивать очень тяжело даже спокойный он будет где-то больше слышать больше слушать так да возможно где-то первое время первую пару тренировок он будет чуть меньше делать а потом все равно с возрастом физика подрастает все это догоняем а бывает так что вы вот взяли ребенка ну вот прям вас практически уговорили не потому что он там ну вот по вашим так каким-то правил а потом вдруг проходит какой-то и вы даже удивлены что как вы угадали что действительно у парня или девушки все получается было тогда можно было отказать был момент так бывает одно однозначно бывает приятными конечно 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 саша скажите пожалуйста первый ваше первое выступление у вас первая же медаль есть помните как это было где на клубных соревнованиях что нужно было делать комплекс движения саджи-чурги еще с белым поясом тогда были первые соревнования и сколько было конкурентов и честно не помню но мало молча маленькие категории да то есть шансы были выиграть наверное вдвойне обидно если мало конкурентов и ты не выигрываешь да это сложнее бывает ну а сейчас вот вы пришли к нам с медалями уже я так понимаю что да и тренеру есть чем нас порадовать что это за соревнования были вот две задавать у нас 23 год он уже практически с нами прощается как вот саша выступила в этом году но у нас соревнования проходят практически каждый месяц иногда даже два раза в месяц бедные дети так есть но подготовка к основным турнирам это кубок россии чемпионат россии международные соревнования в этом году пригласили в ташкент и была возможность съездить тоже очень успешно выступили в этом году первые а вот тут меня написано член сборной россии это до определенного возраста до спорной россии или как сборной россии формируется с 12 лет так если спортсмен занимает зависимости от возрастной категории с первого по второе место либо с первого по третье место он уже официально попадает в списке сборной россии проходит через министерство спорта неожиданно александр как стала членом сборной россии вы же где-то выбрали у меня тут написано рассказывать на первенстве россии второе место среди как у вас там юниорок юниорок да это сколько там было человек то вы должны уже помнить или там или сказать так сколько было как это бой не бой как это называется в таком возрасте вы категории сколько сегариков было около 60 человек 6 то есть среди 60 человек вы заняли первое место у нас здесь медаль есть давайте покажем и первенстве россии вот здесь смелее смелее показывать только вы же не закрывайте ее нам надо шею увидеть да вот 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 сам когда медаль медалью награждали вас какие чувства были радостные а что что думалось что я смогла преодолеть волнение смогла достаточно хорошо сделать да эти комплексы что получилось занять первыми а волнение да да конечно а когда во время какого-то выступления там сколько у вас было этих выходов 60 чек там что разбивали на пары дали как на по олимпийской системе новой системе то есть была на момент когда уже сил нет уже не хочу ничего было такое не то есть шла уверена силы были а была какая-нибудь такая соперница которую я обрею тяжело будет вороте или нет есть такие есть конкуренция сока же по-настоящему все спортив по спортивному а рост играет роль да или все примерно одинакового роста должны быть по правилам как по правилам нет по играет роли уже выбираем тактику другую работаем по-другому ну да это как например в баскетболе все считают что должны быть длинными а когда маленький баскетболист он самый юркий может быть обоходить всех этих больших людей хорошо павел александрович ну а вы как почувствовали вот когда все-таки такое большое количество претендентов вроде силы вложены вроде бы все знаем все умеем но одно дело когда спортсменка выступают у нее свой так сказать а у вас вы же не можете выйти за нее да вы сидите видите видите когда там ошибка или еще что то что с вами происходит здесь включается как всегда перфекционизм так на хочется что все всегда было без ошибок это жизнь соревнования спортсмены каждый спортсменов хочет выиграть а по эмоциям приблизительно те же самые также тренер переживают также радеет за своих ребят подготовку выполнили хорошо работу выполнили хорошо отсюда результат хорошо а также есть какой-то перерыв между этими периодами да что-то говорите вот надо соберись там или все что-нибудь конечно где-то корректируем даже по ходу боя а то есть бой идет корректировки носим прямо а можно дать посредством это говорить или как как это происходит секундант имеет право подсказывать но опять же он не должен явно вмешиваться в ход поединках спортсмены уже должны быть готовы и самостоятельно выполнять свою работу саша вот еще такой вопрос все-таки это же но не нельзя его назвать некрасивым видом спорта это своеобразная своя красота но все равно это единоборство все равно кому-то будет больно ну во-первых от поражения во-вторых от чего-то другого нету вот какой-то агрессии у вас внутри не чувствуете а как вы себя как вообще себя регулирую что вам дал далутых хакандо это ощущение как какой-то по-другому стиль жизни какой-то поменялся безусловно даже не поменялся вообще до кардинально поменялся и распорядок дня тоже поменялся чувствую себя как обычно то есть вы не можете так поспать часов 15 чтобы вас никто не обязательно нужно зарядку делать какие-то упражнения тем более сколько тренировок у вас проходит ежедневно ежедневно да два раза в день два раза но зависит от цикла подготовки вы же еще учиться должны насколько я помню и как успеваете в прошлом триместре отличница стала поразительно как это можно все успевать наверно те силы которые дают желание умения и тогда все получится вот если а есть например случай когда наоборот у ребенка есть но безусловно вот все хорошо а он не хочет бывает такой обидно обидно причем всем и родителям и тренеру как правило с возрастом опять же проходит какое-то количество времени спортсмен может возвращаться обратно уже с очень другим человеком и можно посты даже на какого-то через перерыв все-таки вас и можно дойти потом до определенного высокого уровня саша у нас все равно скоро закончится время на ваше место придет ваша коллега кстати а вы вместе у них бывает тоже между собой между собой чеки бои конечно это ваша конкурентка все равно хотя она уже мастер спорта видите как тренер хитро построил первый посадил кандидата у мастера спорта потому что надо нужно еще подрасти сколько осталось вам добавить мастерства ну мастер спорта можно получить только с 18 лет а поэтому до 17 лет надо ждать но подождем храпат но неправильно если чек хорошо делать почему только до 18 такое правило до правила вида спорта да но вы чувствуете что вы уже вот-вот да мастер можете уже бы не знаю не знаю молодежь вторая медаль давайте расскажем потому что все-таки это у нас за что международный турнир в городе ташкент проходила тоже красиво покажу только чтобы видно было вот кубок азии кубок азии да вот то что рассказывал ваш тренер да вы туда поехали ну и там же понимал были представители разных стран да да и вы среди какого количества участников выступали там и в категории по спаррингу было восемь человек 8 вроде как меньше но наверно немножко сложнее да эта история уровень спортсменов другой страшного то было конечно да ну и как удалось все-таки добиться медали упорством работой что-то выключила в себе что-то включила да слушала тренера ну я должен сказать что конечно же вот общаясь с такими замечательными представителями вот таких направлений они даже общаются немножко по-другому вот как бы не вы не высказывая все вот футболисты баскетболисты игровики они как-то более такие как бы да это что философия спорта такого это немножко все в себе этикет философию уважение опять же к соперникам то есть мы не все говорим а вот мы не все можем объяснить что-то оставляем в себе что-то остается в голове да ну что-то остается до проработать уже это это все зале уже дальше понятно а сколько идет тренировка такая среднестатистическая от полутора до двух часов полутора до двух часов ну что ж по крайней мере нашу небольшую тренировку александра олеговна жура у нас две александры сегодня так совпало прошла по моему успешно и поздравляем вас с вашим выступлением сейчас новый год просто проскочит и следующий наступит и новые будут соревнования и надеемся на то что до того как вам исполнится 18 лет то есть мастер спорта уже легко возьмете но будет еще много всяких медалей с вами мы прощаемся а спалом и санчем ворсиным руководителем центра спортивной подготовки торнадо и обладателем 5 дана мастером спорта россии под аквандой тренером естественно мы продолжим наш разговор о второй части к нам присоединиться уже мастер спорта вот я только и сейчас увидел мы не будем называть сколько лет но теперь понятно почему мастер спорта вот так что иногда мастера спорта дают за выслугу лет вот мы дождемся сейчас еще одной участницей продолжим нашу программу это открытый диалог смотрите дальше напомню что эта программа открытый диалог по александр ворсин руководитель центра спортивной подготовки торнадо международный инструктор обладатель пятого дана мастер спорта россии под хэквандой тренер по тех фондов а также у нас сейчас здесь студии александра васильевна щедринская мастер спорта россии обладательница черного пояса под хэквандо второй дан член сборной россии концу программы слова начну уже выговаривать все лучше и лучше мне кажется тоже надо научиться тут нас в перерыве спор возник все подумали конечно же пошутил по совокупности заслуг но мы выяснили что оказывается в разных видах спорта нашей стране по-разному можно в разном возрасте получить право до заработать мастера спорта значит россии то есть вашем вот виде спорта пока можно только в первенстве при чемпионате мира да есть выигрываешь ты становишься мастером спорта каком возрасте но у нас можно выполнить по нормативам так по нормативам с 18 лет но также есть вариант выполнить мастера спорта в 15 лет но одно единственное условие это победа первое место на чемпионате мира по тэквондо но сейчас к сожалению пока у нас временно такая пауза в этом направлении но тем не менее все-таки есть способ до чтобы пораньше стать но александра васильевна потому что у нас две александры 7 напомню уже выполнила да и что такое вот когда вы уже мастер вот вам говорят поздравляю вас вы мастер спорта то как-то меняет ваше состояние вашей души но это конечно очень приятно но это не отменяет что нужно дальше тоже продолжать работать а дальше же что заслуженный мастер спорта у нас есть мастер спорта международного класса как на москва и заслуженный мастер но работают же не только ради степеней разрядов к этому же виду она сама придет если будет хорошая работа да да конечно вот я так понимаю что саша уже опытный спортсмен да вы когда пришли меня привели родители в зал первый раз в пять лет пять пятнадцать лет фактически дала уже зло у меня был небольшой перерыв там по семейным обстоятельствам я несколько лет не занималась вот активно я начала заниматься прям упорно каждый день не добавишь то есть она всю жизнь так ванду до такую вот уже серьезно и как вы считаете это вам как-то помогает вы же видите у вас есть наверно знакомые которые совсем не имеют никакого отношения к спорту может быть а уж тем более к цех ванду или вашем круге только люди из тхэквондо нет у меня есть много разных знакомых я вижу что люди которые занимаются тхэквондо немножко по-другому подходят к решению бытовых каких-то вопрос чем ну они более дисциплинированные более собранные как-то все методичнее а вот опять же по александр мы возвращаемся к тому что это не только вид спорта на носки больше ну такая какая-то состояние до человека который находится потому что все-таки вид спорта человек потренировался отдал себя где-то отключился выключился потом вернулся ну и опять есть же профессия в конце концов люди зарабатывают в футболе в хоккей и баскетболе деньги а пока в этом нашем варианте мы зарабатываем медали да и медали как видите александр и не хочу говорить александр 2 то обидитесь у нас просто 2 александр и сегодня да вот по очереди сегодня 2 4 вы медали принесли прекрасно понимаю что это не все медали какая из этих четверых вам самая дорогая на сегодняшний день трудно доставшиеся я я бы сказала что здесь выбор между двух медалей давайте наверное начать надо с чемпионата россии так было красиво это медаль за спарринг за первое место я вижу отливу да сколько было участников около десяти человек по женщинам категории немножко поменьше но высокая конкуренция до высокая конкуренция и все-таки выиграла а как тренер реагирует когда выигрывают золото прыгаете или наоборот спокойно садитесь в это же я все все рисуют как кино или что вы хорошо все сделали как к коррекции но пора внешняя внешне стараешься максимально спокойно воспринимать ничего не произошло как и были уверены что будет медаль то внутри буря эмоций буря эмоции конечно тем более когда еще сложно вообще было вот были были между были варианты не получить золотую медаль или вы уже шли на пролом настроя всегда боевой но при этом нужно всегда понимать что и шансы ничего не выиграть нужно всегда вкладываться максимально так а вторая медаль особенно это первое место на международном турнире в ташкенте тоже по спаррингу но вот я так понимаю что вы как бы спарринг оформили по полной программе в этом сезоне да и на россии и на мировом вот этом турнире а там много стран участвовала в ташкенте не помните более 9 более 9 мы тоже неплохо по нынешним ну и дабы не обижать другие медали а то не обидятся у них правда отлив немножечко другой да но мы все равно о них расскажем потому что они тоже красивые что это за медали так на чемпионате россии мы выступили с командой по спаррингу с команды московской области это командное выступление да и взяли третье место и также третье место по тулю по личному тулю а в ташкенте ташкенте вы я вижу что медаль знакомы только другой отлив она кстати тоже красиво смотрятся вот потому что вот бывает же правда третье место а потрачено не столько сил что двух золотых стоит бывает так конечно конечно а что это за напомните тулю дали как называется туль это формальные комплексы движений которые требуют определенные сфокусированности баланса умение вовремя расслабиться во время напрячься то есть это такое тоже очень серьезные дисциплины требует серьезной подготовки но вот тут палец вообще сейчас подумал так думать вот я бы смог бы наверное благодаря тому что приходит в юном возрасте совсем маленьком ищут когда можно немножко ребеночка направить до даже такого вот более энергичного потому что вот за когда ты ничего не делаешь просто бегаешь это одна история когда вы ложишь целая система выстроена я так понимаю для разного возраста разная система тренировки подходов как это происходит но абсолютно верно возрастная группа у нас бьются на 35 лет с 9 лет 10-13 ну и 14 лет и старше на ребята уже повзрослели конечно маленьких детей проходят тренировки мы развиваем с ними гибкость координацию баланс они даже не замечают что вы развиваете туда надо более в такой игровой форме проходит так а потом но уже когда подрастаем подходим к серьезному уровню здесь очень грамотно нужно подвести вместе с родителями ребенка что уже он сам как бы захотелось да но как правило если в возрасте 35 лет пришли в 69 они спарринг также воспринимают подготовительные тренировки по спаррингу в 10 уже раскрыты не зажаты делают свою работу с удовольствием ну а вот когда уже взрослые да но уже между ребенком и там юноши или девушкой когда уже они иногда на наш самостоятельно начинают мыслить иногда могут и поспорить с тренером или тренер это святое в хэквондо но как вам сказать но по закону как положено тренер всегда тренинг всегда прав вот как то ли у нас вот учишь учишь студентов иногда проскакивают такие вещи что хорошо у вас саш 2 да да за что его дают с прохождение аттестации экзаменом это экзамен то есть и довольно сложно да так просто не дадут ну конечно тянула не показала не что там оценивают навык оценивают уровень там определенный норматив нужно сделать а нельзя между данными скакать то есть сразу до 4 нельзя выполнить или обязательно нужно 3 потом только 4 обязательно нужно каждый этап пройти а когда следующий этап третий дан будете готовить весь уже такие мысли мысли есть наверное через год наверное через год это хорошая кстати идея на но перед новым годом правда такая мечта пальца а вот данной зачем мы не дать и напомним нашим телезрителям есть медали есть там я не знаю в разных видах спорта где там поднимают очки показывают где-то показываю значит просто руку поднимать вот а почему дано что он дает и почему они такие вот таинственно сказочные но это больше для внутреннего понимания уровня спортсмена тренера уже увидев какой дан у человека приблизительно можно понять его уровень подготовки но и второй момент это используется как лестница достижений то есть постоянно стимула расти выше 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 не останавливаться то что будет немножко странно если спортсмены у нас дают на пояса растут а тренер до сих пор ходят с первым данным то есть вам тоже приходится пришлось вернее для 5 дана то есть нельзя останавливаться в этом виде то есть все время надо идти вперед конечно же движение жизнь а если вдруг так получится что какой-нибудь ваш воспитанник переплюнет вас по данным это будет хорошо или плохо это будет замечательно это выдать я я ждал этого ответа но раз мы на данных остановились почему потому что ну да человек настроился как саша и экзамен сдал а потом второй раз и может или покажет или это не столь важно вам на хотя бы один раз полностью выложиться и показать эту виду накат на каждый дан очень серьезная проверка то что он например вот на 3 данного с александр готовится нам уже будет 50 раундов как один из нормативов по две минуты понятно что не полный контакт но технику должны постоять выставить листом и физ подготовка нужно и знание истории знание этикеты терминологии и никаких никому скидок не делается на каждый дан мы все выкладываемся по полной мне так кажется что иногда лучше разрешили контакт да тут вроде как рядом рядом но никак а когда контакт разрешают на каком этапе в тэквондо в тэквондо у нас принципе ограниченный контакт то есть умышленное нанесение серьезной травмы она приводит дисквалификации то есть если уже и контакта такой нежный если спортсмен умеет быстро и резко точно бить там прилетает тоже хорошо хорошо огромное вам спасибо у нас в гостях были павел александрович ворсин руководитель центра спортивной подготовки торнадо международный инструктор обладатель 5 дана впереди много еще работы вот мастер спорта россии под хэквондой тренер под хэквондо а также во второй части нашей программы мастер спорта россии обладательца черного пояса под хэквондо второй дан член сборной россии александра васильевна щедринская мы поздравляем вас с вашими медалями неважно какой у них ответ потому что за каждой медалью стоит история но и у вас уже все возможности есть мы уже выяснили какие бывают мастера спорта но и данные 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 чтобы все данные вам поддались это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания